Приветствую вас, Алёна. Многое зависит от того, что вы хотите услышать. Если вы хотите услышать про мужчину, я боюсь вас разочаровать, потому что говорить про строительских лиц психологии не совсем, мягко говоря, этично. Поэтому про мужчину я говорить, наверное, всё-таки не хотел бы. Вот. Не хотел бы, потому что это неэтично, это неуважительно, по отношению к человеку. Вот. Это неуважительно по отношению, как мне кажется, к вам в том числе. Вот. Потому что, мне кажется, вы заслуживаете того, чтобы говорить всё-таки, наверное, больше, чем мне, а вас. чтобы говорить больше, чтобы вы заслуживаете, чтобы говорили больше, больше про ВАЛ. Я очень надеюсь, что здесь мы найдём с вами определённое понимание. Хотя я допускаю, что может быть и нет. Что происходит? Происходит то, что человек, по сути, отражает то, как вы себя ведёте. Как вы себя ведёте? Вы ведёте себя как представитель своего гендера. То есть если вы выстраиваете отношения с мужчинами так, что одним из ключевых моментов является гендерное взаимодействие, то есть именно мужчина и женщина как взаимодействуют, то ничего удивительного, что мужчины будут воспринимать вас вот именно так. То есть они будут воспринимать вас просто как женщины. Ваше общение с ним, на мой взгляд, довольно-таки поверхностное, как мне кажется. Я могу, конечно, ошибаться, но выглядит ваше общение весьма, весьма поверхностное. То есть в нём не хватает глубины, в нём не хватает, на мой взгляд, чувственности. В нём не хватает, опять же, на мой взгляд, некоторой общности, я бы сказал. То есть у меня это ощущение, что у вас много общего с мужчиной. Вот и всё. И если вы позиционируете себя только как женщину, если вы, ну, рассматриваете себя только как представителя своего, там, пола, например, и так далее, то нет ничего удивительного в том, что, ну, в том, что у вас мужчина такая относится. Вот. Другое дело, если бы вы позиционировали бы себя как субъекта определенной деятельности, если бы вы свои отношения с мужчинами выстраивали бы в контексте своей деятельности, их хобби, интересов, увлечений и так далее, тогда ваше общение было бы принципиально иным. А так вас пытаются завоевать. Ну, понятно, что вас пытаются завоевать тем способом, который, ну, доступен. У мужчин в данном случае. Ну, понятно, как бы, как ещё. Такая вот идея. Такая вот мысль и такая вот практика. Вот. Поэтому, да, вы правы, это слишком идеально. Человек откровенно пытается вас покорить. Вот. Но проблема в том, что за всем этим ничего нет. Понимаете, за всем этим нет вашего человеческого взаимодействия. Его не ощущается, его как будто бы не чувствуется. Если вас это устраивает, если вас устраивает такой подход к вам, ну, вам будут в ближайшем будущем попадаться только такие мужчины. Потому что вы так себя ведёте и другие мужчины просто на вас не посмотрят. Вот. Поэтому вам нужно, мне кажется, пересмотреть свои цены. Если такие цены, которые вы сейчас, грубо говоря, продвигаете при взаимодействии с мужчинами, окей для вас. Ну что ж. Тогда вам будет встречаться с таким мужчиной. Если вам не нравится, как, ну вот, как всё происходит. Если вас не устраивает, как всё происходит. Тогда, возможно, имеет смысл пересмотреть свою позицию. Имеет смысл по-другому взаимодействовать с мужчинами на других основаниях. Вот. Ну, понятное дело, что решать вам и только вам больше никто не может этот вопрос за вас решить. Вот. У вас, мне кажется, довольно, знаете, жёсткие установки относительно того, каким мужчина должен быть. И, условно говоря, приносить установки в жизнь. Вы пытаетесь подобрать человека, ну, вот, который подходит вам. Но вопрос, который здесь, как мне кажется, имеет смысл себе задать, да? Вот. Ага. К чему эти установки приводят? Нет ли в этих установках, что называется, перекладывание ответственности? Вот. Потому что мне лично, лично мне показалось, что перекладывание ответственности присутствует. Вот. И если оно, вот, перекладывание ответственности присутствует, то вы сами того не ожидая, сами того не желая, вы становитесь правительными от человека. И, на мой взгляд, ну, хорошего ничего в этом нет и быть не может. Вот. Но решать этот момент, решать эту историю, конечно, только вам, как вот мне, ну, как мне кажется, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и так далее. Мы притягиваем тех людей, которые в той или иной степени соответствуют тому, что мы демонстрируем, в той или иной степени соответствуют тому, что мы транслируем, какие ценности, какие установки мы транслируем, какие люди смогут нам, в принципе, и встречать, это нехорошо и неплохо, это просто факт, поэтому я думаю, что вы развивая и продвигая в себе одну сторону своей личности, одну сторону только, забывайте про другие, но ожидается, ждете, что мужчина будет измельчать, то есть такая вот история. Поэтому я бы здесь на вот такой аспект обратил бы, и, если угодно, вашим вниманием. Вот, в принципе, то, что могу вам сказать сейчас с позиции, ну, с позиции, своей позиции, с позиции психотерапии, вот. На этом все, пожалуй. Больше мне сказать пока нечего, вам информации достаточно мало, вот, как мне, по крайней мере, кажется. Поэтому я думаю, что на этом можно закончить мой ответ, вот, и надеюсь, что какую-никакую пищу для размышлений я вам дал. Вот. А дальше уже вы сами сможете разобрать, вот, если вам не подходит, то, что я сказал, это ориентировано больше на некоторое такое, знаете, познание, да, что вам, соответственно, ну, нужно просто посмотреть на ответы других коллег. А если вам подходит это, ну, что значит, хорошо, ну, тогда требуется именно работать. Вот. Хочу обратить ваше внимание еще на такой важный момент, как мне кажется, что вы склонны интенсивно принимать решения. Вот. это не плохо, но создаёт риск того, что вы можете не заметить важных вещей, которые происходят с вами, не заметить каких-то своих чувств, своих ощущений. Вот. Поэтому я бы здесь обратил внимание еще на это. что, да, вот, немножко так, позамечать в себе вот то, что вам важно, немножко позамечать в себе какие-то вещи, которые могут быть вам важны. на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вещи для размышления я вам предложил. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. хочу пожелать вам удачи. Хочу пожелать вам устраивать более спокойные, не идеальные, в кавычках, отношения. Вот. Удачи вам и самого самого лучшего. Лучше.